Доброе утро, Муртия! И мы вновь возвращаем ваше внимание к акции Старость в радость. Цель не только собрать новогодние подарки для одиноких пожилых людей, но и сделать жизнь их немного радостнее и разнообразнее. Мы встретились с теми, кому хотим помочь. Фаине Николаевне 77. Это жилье после коммуналки показалось ей раем. Кроме кота есть холодильник, телевизор и даже мобильный телефон. На Новый год ждет совсем немного. Если что, сможет пододельники. Красивенькие, я люблю красивенький, беленький пододельник и все. В этом специальном доме 97 человек. Две трети женщины живут на своей пенсии. Бесплатно для них мероприятие Центра соцобслуживания. Анастасия Прокопьевна самая взрослая жительница. В свои 94 еще волнуется за прическу и наряд, поэтому не откажется от нового платья. Впрочем, сладкий новогодний подарок бабушку тоже порадует. Да какие придется шоколадку какую-нибудь. Всем попить. Вам дай Бог доброго здоровья. Пускай все мечты и надежды исполнят скоро Новый год. Старые новогодние открытки перечитывает Серафима Константиновна. У нее есть родственники. Не поделилась с ней маленькую квартиру. Теперь живет одна. Новый год отмечает с соседками. Как мы в прошлом году? Забыли даже Новый год. Уснули, спали. Игрушку надо мне нынче весь год. Лошади. Или мне кошечку, или плюшевую кошечку, плюшевую игрушку какую-нибудь беленькую. Так что нужны одиноким пожилым помощь и внимание. Последнее больше. Связаться с нами вы можете по телефону 59 87 60, а узнать, куда приносить подарки на нашем сайте.